Ну что же, а мы продолжаем. Три детективных романа Ставропольского писателя Ивана Ивановича Любенко будут экранизированы «Маскарадца смерти», «Убийство на водах» и «Тайна персидского обоза». Съемки начнутся 15 августа. По четыре серии на каждый роман. Когда мы увидим сериалы на экранах, где будут проходить съемки, собран ли актерский состав об этом и многом другом, Иван Иванович нам и расскажет. Добрый день. Добрый день. Это первая такая экранизация ваших романов получилась? Да, первая. Очень интересно. Когда узнали, что вам предложили экранизировать? Ну, скажем так, ко мне обратились еще в прошлом году, речь шла об этом. Но более, скажем так, уже конкретное предложение поступило в этом году. И, собственно говоря, весной этого года уже были заключены договора. Я продал права на экранизацию трех романов известной кинокомпании «Бумеранг» московской. И, собственно говоря, они делают этот сериал, который выйдет на федеральном канале ТВЦ. Планируется, что в ноябре месяце по выходным в прайм-тайм выйдут первые четыре серии первого романа «Маскарад со смертью». Затем в декабре следующий роман «Тайна персидского обоза» тоже по выходным в прайм-тайм. Ну, я так полагаю, что, наверное, в январе уже точно, я не знаю, выйдет убийство на водах. Но сниматься все будет сейчас. И съемки уже начинают... Ну, там уж такой точной даты нет, что 15 августа, но, скажем, между 15 и 20. Да, все зависит от актеров, от занятостей и прочего. Давайте об актерах поговорим. Кто? Все собраны? Актерский состав собран? Нет, не собран. Сейчас как раз идут пробы. Вот в данный момент идут пробы. И я участвовал в начальном отборе, отборе кандидатов на роль главного героя Клима Пантелеича Ардашева, присяжного поверенного адвоката Савропольского окружного суда, который расследует все преступления. Это так 20-го числа будет уже решено продюсерам, кто будет исполнять эту роль. А актеры, которые рассматриваются, они все известные актеры, они снимаются довольно много и в сериалах разного рода, то есть и в больших экранизациях, которые идут в кинотеатрах. Но до того момента, пока актеры не будут на роль утверждены, я не имею права их фамилию называть. Я поняла вас. Съемки будут проходить параллельно трех романах в одно время? Съемки будут проходить в августе. Съемки будут проходить непосредственно в Ленинских горках, Подмосковье. Там уже все готово, скажем, для них, для съемок. И в Есентуках. А в Есентуках где? И в какого романа? А в Есентуках это «Убийство на водах», это третий роман. Там начало самое. Там Центровский институт. Если помните фильм «Любовь и голуби», Гурченко и Михайлов занимались там здоровьем. Вот в этом Центровском институте, в моей книге, в начале происходит убийство. То есть там буквально пару дней съемка пройдет, а все остальное время в Подмосковье будет сниматься весь сериал. Недавно снимали, кстати, в этом институте, там действительно все тренажеры советские такие старинные. Мне кажется, вообще самое место, самое то именно для такой съемки. О романах. О романах, когда они были написаны, ну вот как вы их писали? Вот о каждом, давайте по порядочку. Ну, о каждом у нас времени не хватит. 13 романов написано о Климе Пантелеича и Ардашеве. Не имею в виду три. А вот об этих трех. Это первый роман «Маскарад со смертью» вышел давно, вышел в 2010 году, еще в издательстве «Веч» он только вышел, вот тут же переиздали. Он 7 или 8 раз с 2010 года переиздавался этот роман, я уже не помню сколько раз. И аудиокнига есть «Маскарад со смертью» и, соответственно, электронная версия. Ну, это самый первый роман, 1907 год, «Ставрополь». Там только «Ставрополь» присутствует в романе. Вот. Второй роман «Тайна персидского обоза». Это роман своеобразный. Там события все происходят на Нестеровской улице в одном доме, то есть на нашей Советской улице, которая сейчас Советская называется, да, в одном доме. Во времена Грибоедова, 1828 год, это первая часть романа, а вторая часть романа через 81 год, уже в 1908 году все происходит. Вот. Ну и третий роман «Убийство на водах» название само за себя говорит, так, «Синдуки», это «Пятигорск». То есть на тот момент вводы, КМВ, то, что мы сегодня называем, было таким российским Монте-Карло, а там были разрешены игры. Там полно-полно было разных развлечений, в том числе и, скажем так, запрещенных для молодого поколения. Ну, в общем, это именно город был, как, скажем, сейчас Лас-Вегас, да, вот. Ну, вот такой вот. Раньше был Кисловодск, Пятигорск, и там, естественно, и произошло убийство, которое в моем романе. И не одно, скажем так, связанное с картами. Из этих трех творений есть вот ваше любимое? Да нет. У читателей любимый роман есть, как бы они его выделяют. Это как раз «Тайны персидского обоза». Второй. А у меня самый любимый роман, ну, как бы он не... Я права на него еще не продал. Это роман «Черная магнолия», он посвящен Чехову. И, в общем-то, там можно разгадать, найти убийцу, если вы знаете, как и при каких обстоятельствах Антон Павлович написал «Даму с собачкой». То есть, ну, события происходят после смерти Антон Павловича, но в Ялте. Вот это любимый мой роман, скажем так. И «Приговор», последний, тринадцатый роман, тоже, как бы, мне очень по душе. Иван Иванович, вы же адвокат. Ну, наверное, странный немножечко вопрос. А вы вот вдохновение берете с рабочих будней? Вдохновение я беру с классики русской литературы. Если я начинаю работать, я, как правило, обращаюсь либо к Чехову, либо к... Ну, если я не могу найти, настроиться на работу, не могу настроиться, либо с Ругучева читаю, либо Чехова. Потом все нормально. Через пять-десять минут работать можно. Иван Иванович, ну, получается, вот на работе какие-то разбирательства постоянные, да? Вот вы варитесь, варитесь, варитесь во всех этих делах. И в романах тоже. На работе убийство, да, и в романах убийство. Немного в вашей жизни убийств и выяснений, вот этих разбирательств. Вы не устаете от этого? Я вам объясню. Дело в том, что я работаю адвокатом по уголовным делам. И часто вижу, насколько глупо ведут себя преступники. А когда я пишу книгу, я же сам придумываю преступления. И мне интересно придумывать такие преступления, которые, на мой взгляд, очень трудно раскрыть. То есть я там становлюсь преступниками, если хотите. Мне это нравится. А давно начали вообще, вот, когда идея пришла, вот, надо придумать преступление, написать роман. А почему нет? Вот вы давно пишете? Я вообще никогда ничего не писал. Я сам единственное написал два сочинения, когда в два вуза поступал. И все остальное списывал, честное слово. И, в общем, к писателям относился так снисходительно. Хорошо. Преподавательство. Снисходительно так не считал, что писательство дело серьезное, как бы такое, да. И много не заработаешь. Ведь так же. А совершенно случайно в 2007 году у меня был такой период жизненный, когда решался очень важный для меня вопрос. И я не мог никак на его решение повлиять. Ну, и о нем же думаешь, постоянно переживаешь. А хорошая есть идея. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, надо заняться чем-то таким, чем никогда не занимался. Я думаю, господи, я никогда ничего не писал. А попробую я написать пару-тройку рассказов. Я их написал и разослал в местные газеты. И сразу получилось? Все три газеты мне приняли и напечатали эти рассказы. А потом я так написал еще несколько рассказов. Всего 20. Выпустил книжку. А потом же взялся за роман. Но я не считал это серьезным делом. Так, развлечением. А вот экранизация, ну была ли это какая-то мечта? Конечно. Мне кажется, у каждого писателя про это, да. У каждого автора, который написал там с десяток книг, особенно если один герой у него, да, протагонист один герой, то каждый автор мечтает, чтобы была экранизация. Я считаю, что в данном случае мне здорово просто повезло еще и с режиссером, он же и продюсер, потому что во главу угла они поставили мое мнение. То есть я смотрю сценарий, я говорю, что мне не нравится, что не соответствует действительности, чего не может быть. То есть я являюсь литературным и историческим консультантом. Я благодарен, что с моим мнением считается. Я надеюсь, в этом фильме не будет ляпов. А много ли вообще было поправок, ну, к примеру, вы каких-то сцен из романа вырезали, либо наоборот что-то добавили? Смотрите, к сожалению, нельзя взять полностью, экранизировать произведение в том виде, в котором оно есть. Но мы какие-то моменты убрали, а какие-то добавили. И то, что мы добавили, ну, допустим, несколько разгадок, которых у меня нет в романе, несколько поворотов сюжета, да, там какая-то любовная линия добавлена. Вот этого ничего у меня не было. То есть фильм будет, на мой взгляд, не лучше, не хуже, а лучше книги. Лучшие книги. Лучшие книги. А вам не обидно будет? Ну, хотя, в принципе, и одно, и второе, это ваше творение. Почему обидно? Да, и мне повезло с сценаристами очень, сценаристы очень-очень известные, грамотные, Алексей Калмогоров, Павел Ким. Ну, мне большая честь с ними работать, как и с продюсером и режиссером. Вы будете вообще все успевать? И на работе основной? Очень сложно. И писательской, и съемки? Очень сложно. А сейчас над чем работаете? Пишите что-то так, вот если завесу Таня? Роман, да, название «Рабочие пражские расследования». Это 1919 год. Клим Пантелеич Ардашев эмигрировал в Прагу. Там открывает детективное агентство 1777. Ну, понятно, почему такое название. И там события происходят 19-й год. В Ставрополе, в Таганроге, в Праге, в Лондоне, в Париже все перемешалось. Иван Иванович, спасибо за беседу. Желаем вам успехов и над созданием нового романа, и над экранизацией трех романов. Думаю, что съемки пройдут на высшем уровне. Актерский состав соберется, и вы получите от этого максимум удовольствия. И чтобы эти экранизации были не последние. Спасибо. Спасибо большое, Иван Иванович. Вам всего доброго. Спасибо. Обязательно посмотрим. Всего доброго. До свидания.